Итак, мы начинаем. Добрый день, дорогие! Это первая панель слова нового в этом году. И я хочу подчеркнуть, что до того, как форум этого года состоялся, конечно, мы видели, что были колебания, в том числе и у Марата были колебания. Надо ли проводить в этом году в таких условиях, в особых исторических условиях, о которых вы все знаете. Многие высказывали пессимизм и критические соображения. Я же сам являюсь полным сторонником проведения этого форума и в этих условиях, и вот почему. Потому что те, кто здесь находится сейчас, и мы все, мы живем в мире идей, производим идеи, слова, концепты. И для нас чрезвычайно важна возможность быстро обсуждать новые возникающие идеи, новые подходы какие-то, в том числе и в критической ситуации, в которой мы находимся. И это прекрасно, что на этом форуме в этом году панель, которой мы открываем его, она посвящена состоянию русскоязычных независимых медиа за пределами России. И будет панель, которая посвящена новым образовательным, старым и новым образовательным институциям российским, которые оказались за пределами страны. Что с ними происходит, как они развиваются, какие у них идеи и планы. И будет замечательная панель по преодолению исторического опыта нацизма в Германии. И это еще не все в этой программе. Каждая панель отвечает на какой-то довольно важный для нас сегодняшний вопрос. И вместе со мной сегодня здесь Кирилл Мартынов. Вы знаете, что это замечательный журналист и философ по образованию за пределами Российской Федерации. И Анна Мангайт. Мы тоже знаем, что Дождь релацировался и в какой-то части, в какой-то форме начал работу. И мы все этому рады, и мы все являемся его слушателями и зрителями. И со мной Борис Банчевский, который в большой немецкой медиакорпорации Deutsche Welle возглавляет отдел, который работает со странами, которые говорят на русском языке. И он довольно много делает в последнее время для того, чтобы поддерживать российские культурные инициативы в Европе. И в частности, он тот человек, который организовал поддержку и проходящему в Праде фестивалю Культурус. И здесь тоже его структура выступает некоторым информационным госпонсором. И, кроме прочего, с нами Марат Гельман, который, надеюсь, присоединится прямо к панели сейчас, потому что это мнение довольно интересно всегда. И я буду привлекать по ходу беседы. Я знаю, что здесь в зале сидят журналисты с большим очень опытом. Я вижу Ксению Лученко, которая вообще до недавнего времени возглавляла медиафакультет Шаненке, медиакоммуникации. Я вижу здесь Олю Бычкову, которая сейчас уже не Бычкова, но тем не менее она замечательная и совершенно радиоведущая Москвы многие годы. И не буду называть всех. И, наконец, последнее, что я хочу сказать. У нас всего час времени, но надо иметь в виду, что то, как я строю такие встречи, они все направлены на одно. В конце мы напишем на одной странице паблик такой пейпер, что мы здесь обсуждали, для того, чтобы наши сообщества, а, возможно, и европейские структуры, знали бы, какие проблемы есть у российских медиа за пределами страны. И нам поможет в этом Анастасия Арнгольд, бельгийская журналистка, которая ведет для нас буквально такую не стенограмму, а запись тезисов, которые здесь звучат. Поэтому я просто задам один единственный вопрос нашим участникам, и затем мы его развернем. Он звучит очень просто. Какова перспектива русскоязычных медиа, вот в тех нынешних условиях, в которых оказались российские журналисты, в большом количестве уехавшие из страны, каковы перспективы русскоязычных медиа, что происходит с их аудиторией, аудиториями, даже можно сказать. Могут ли эти медиа удержать какие-то аудитории? И если да, то что они хотят делать с этими аудиториями? И если требуется какая-то финансовая, административная или политическая поддержка этим медиа, то в чем она могла бы заключаться? И, наконец, ну, конечно, довольно важный вопрос, а как эти медиа, российские медиа, будучи разными по происхождению, находят ли они общий язык между собой и составляют ли они вообще одно общее поле? Или это совершенно разные, не связанные между собой? Одни проекты нишевые, другие принадлежат крупным международным корпорациям или правительствам, как, например, Радио Свобода, а третьи являются, как, например, там, маленький политологический журнал «Ридл», от которого здесь присутствует Виктория Полторацкая, я ее видел только что. Они вообще, маленькие экспертные медиа, все это одно поле? Или это разные проекты, которые расползаются в разные стороны, расползутся, и никакого единства русскоязычных медиа не будет? Я даю слово Кириллу Мартынову. Да, спасибо. Мне кажется, Александр, вы утверждали, что это один простой вопрос. Вот. Теперь я в некотором замешательстве, да. Ну что, я уверен, что у медиа русскоязычных все будет лучше, чем у России, к сожалению. Вот. Потому что на фоне тех процессов, которые уже начались и которые будут продолжаться, по всей видимости, особенно после начала мобилизации в России, есть огромный спрос на источники информации, которые не боятся, ну, не знаю, не боятся рисковать, давая правдивую информацию о том, что происходит и на фронте, и внутри Российской Федерации. Мы это видели, у «Новой газеты» очень странная история была, вот даже такая короткая, все знают там наши какие-то события, связанные с нашей работой 10-20 лет назад, но у нас даже последний год был очень странный, у нас была химическая атака на офис, мы так и не знаем, в общем, кто это, но, скорее всего, те самые люди, которые вербуют зэков в колониях. А потом Мурат получил Нобелевскую премию, все очень веселились внутри нашей компании, пили шампанское, потому что предполагалось, что это даст нам немного времени. А потом началась война, мы сразу поняли, что времени никакого нету. Вот. И, собственно говоря, я довольно рано уехал тогда для того, чтобы готовить план для всех наших журналистов. В «Новой газете» отозвана на сегодняшний день лицензия на сайт и на бумажную версию внутри России. Нас было очень, на самом деле, тяжело задушить в России, потому что у нас нету собственника. Относительно, что делать, ну, газету, у нас нельзя там, не знаю, арестовать оборудование, хотя, наверное, можно закрыть по графе. Ну, короче, мы готовы были сопротивляться, но после марта было понятно, что дальше просто будут уголовные дела, причем даже не против редакции, но можно было перейти к белорусскому сценарию случайных людей, бухгалтеров, например. Тут уже такая этический был выбор, что нужно прощать все это делать. Мы помолчали примерно неделю в начале апреля, и с 7 апреля, в марте, в начале войны, когда «Новая газета» в России работала, у нас было 3, примерно, миллиона пользователей на сайте ежедневно. Охват в соцсетях был еще больше, из чего мы делали вывод, что, в общем, огромный интерес, чтобы знать правду, чего происходит. Они решили об этом узнать. Сейчас на фоне мобилизации происходят примерно такие же вещи. Аудитория у нас сильно меньше сейчас, чем была в России, естественно, потому что мы начали заново, и мы теперь заблокированы в Российской Федерации. Все равно это сотни тысяч человек ежедневно сейчас, да, и... ...по всем соцсетям, и уже тоже есть очевидный всплеск после 21 сентября. Поэтому пока будут люди, которые готовы читать и смотреть видео на русском языке, у российских медиа все будет неплохо. Я быстро задам вопрос, перебью сразу. Да. Дело в том, что латвийская газета «Спектр» на русском языке, сайт, вместе с Левадой Центром, специально, чтобы сделать нам неприятно, провел исследование, в котором написано, что такие медиа в оккупности, как «Новый», значит, «Сам Спектр» и все остальное, что является маркированным либеральными изданиями, пользуются поддержкой примерно 1% аудитории по сравнению, например, с Арестовичем или Фегиным, которые, значит, имеют дело с аудиториями в 10 раз больше. Я вообще тебя обожаю, когда на самом деле все с Фегиным. Это вообще что? Это какое-то одного порядка явление-то? Я специально хотел сделать вам больно, и поэтому об этом сказал. Я не... ...а еще была газета, не знаю, «Аргументы и факты», или там «Из рук в руки», тоже очень популярная... ...и из «Клоды дитёв». Да, тоже очень популярная площадка. Это нормально. Ну, то есть, нет... Ну, как, чем мы можем, в принципе, отличаться от такого рода площадок? Тем, что мы больше отвечаем за содержание нашей информации. Собственно, на этом строится любая репутация. Медиа делает ошибки, но, значит, публикует и проявляет свои ошибки. Медиа не стараются ни тому рассказать причинные вещи, по большому счету. То есть, это не история о том, как мы все убедились, что мы можем знать про то, что происходит. Ну, и в нынешней ситуации очень тяжело, конечно, не заняться такой, ну, как бы, контр-пропагандой-противоположной пропагандой, но все равно у нас такой задачи нет. Поэтому всплеск интереса к отдельным публичным фигурам – это замечательно. это тоже значит, что люди пройдет, да, будет что-то еще. Мне кажется, вот, ну, мне, скажем, важно, скажем, что делает команда Навального. Мне кажется, у них есть два варианта. Они либо… либо они будут заниматься пропагандой, либо они изобретут медиа заново и станут нашими коллегами. Мне кажется, они несколько шагов в сторону второго сценария сделали, и это, в принципе, неплохо. Да, то есть, ну, вот, медиа рассказывает о том, как жизнь устроена, а не о том, кто здесь молодец. Вот. Я не знаю, на чем мне резюмировать, что у нас сейчас происходит. Потому что мы будем это тоже обсуждать. Значит, первая наша задача, мне кажется, это дать возможность людям в России меньше сходить с ума. Потому что многие читатели новой газеты, ядро наших читателей, они себя чувствуют сейчас изолированными, ну, понятно, полностью разочарованными, напуганными. Сейчас вот буквально вторая, после февраля это происходит. Ну, просто, чтобы люди меньше сходили с ума. Вот, мне кажется, такая психотерапевтическая задача есть сейчас у медиа. Вот. Вторая задача, да, это информировать и россиян, и тех, кто находится за границей, что, черт побери, в России происходит. Да, потому что официальные российские медиа, медиа на территории страны, они с этой задачей больше не справляются и справляться не будут. Медиа, ну, нету источников информации, находящихся внутри России. Третья задача, это, собственно говоря, почему мы назвались Европой. Мы подумали, что, поскольку русскоязычных в мире за пределами России довольно много, и, видимо, будет еще больше, то, по большому счету, нам надо понимать, что в таком контексте, как и Европейский союз, в частности, должен быть, и будут, и они будут появляться, и не только новая газета этим будет заниматься, будут, потому что люди от своего лица говорят о том, что происходит в Евросоюзе, кто они такие, они живут там, как развивается европейская политика, ну и так далее. Да, вот до последнего года было такое ощущение, что русский язык, это такой язык, немного экзотический, и он хорошо подходит тем, кто находится там, по той стороне нашего нового занавеса. Мне кажется, сейчас нужно строить институты, которые будут русский язык развивать как язык европейский. Ну, это как бы старая тема и для Украины, да, и вообще для всех тех, кто считает, что этот язык не принадлежит российскому диктатору. Вот примерно такие у нас есть цели. Чем миру хуже, тем дождю лучше, к сожалению. Когда, чем ужаснее событие происходит, тем больше у нас охват и цифры, востребованность. Когда все более-менее стабильно, бывали такие моменты, у дождя дико просаживается интерес к нему, люди не идут на дождь, они идут на какие-то другие ресурсы, и там стремятся развлекаться, ищут себе всякие интертейменты и так далее. Это мы, не про нас. Но так и в последнее время, эти моменты, эти проблески, благополучия почти не происходят, и у нас все в этом смысле, если так можно цинично сказать, в смысле запроса на нашу информацию, все супер. Это ужасно, и осознание этого очень неприятно. Цифры только за последнюю неделю и так большие очень дождя после возрождения выросли в три раза. Это как бы данность. Запрос на медиа, иллюзия, что уехав за границу, релацировавшись, мы потеряем свою аудиторию, и потеряем с ней связь, как бы вот эта вот иллюзия, она не оправдалась, связь сохраняется. Люди, которые разметало по всему миру, и которые в другие волны эмиграции бы стремились к ассимиляции и к отторжению того, что было связано с Родиной, сейчас вообще не такая ситуация. Сейчас все ищут информацию про Россию. Это объединяет весь русскоязычный мир. И он довольно в этом смысле монолитен, как ни странно. У нас есть некоторые проблемы, как у медиа, которые релацировались, и которые стигматизированы в России. Наша главная проблема в том, что нам не дают визы в Украину, и ни один русскоязычный, насколько я знаю, в последнее время русский, скажем, русские визы, в том, было три или четыре визы выданы. Ну, это как бы такая неофициальная ситуация, менее такая неофициальная. Соответственно, не имея визы, ты не можешь получить аккредитацию как журналист. Если раньше, то хотя бы женщины, российские журналисты могли работать в Украине, а для современного медиа, работающего вот так, как мы, это вообще самое важное, рассказывать, что происходит в Украине. Это главная новостная информационная точка. И увидеть своими глазами, а не только глазами украинских ресурсов или западных ресурсов, это ужасно важно. И это наша главная боль. Мы все это время, пока мы работаем, мы бьемся об эту задачу. С нами коммуницирует аппарат президента, политики украинские. Но они боятся взаимодействовать нам визу, потому что это может вызвать с какой-то страны, или там есть какой-то блок, который против, в принципе, всего русского, или всего русскоязычного. Вот это наша главная проблема. Вторая наша главная проблема. Нас не пускают работать в Украину. У них там свои какие-то, может быть, субъективные причины, которые нам преодолеть пока не удается. А в России просто мы не можем никак поддержать людей, которые готовы над нас работать. Их довольно много, но мы ничего им не можем гарантировать. Это наша огромная боль. То есть получается, что мы замкнуты в какой-то сложной очень ситуации, когда мы не можем своими профессиональными голосами работать из двух самых важных для нас точек. Это вот, не знаю, проблема. Я думаю, что новая газета тоже с этим сталкивается. И пока ничего с этим сделать невозможно. И чем больше ухудшается ситуация политическая в России, тем важнее там и журналистов. И нам это не удается сделать, завести там кого-то. Я задам, Ань, два тяжелых, грубых и нелицеприятных вопроса. Я готова. Ну, в нашей, в широком смысле слова, среде обсуждаются два вопроса. Первое. Вот дождь. Он, значит, был в России, это понятно. Он уехал из России. А по взглядам вы имперцы как и были. И это в дискурсе чувствуется. Это первое. Значит, говорите свысока в отношении других народов. Это первое. А второй момент, вторая претензия, как бы, я часто ее слышу. Ну, вот они уехали. И что они привезли с собой, значит, у них то мовчан, то пастухов. То мовчан, то пастухов. А где все те же самые, все те же самые говорящие головы. А ведь мы сидим в ситуации исторической катастрофы. Значит, рушится мир. Значит, и вроде бы, а, значит, нужны какие-то, ну, мы не против, конечно. Мовчана и пастуховы, это достойные люди, интересные, конечно, интерпретации. Александр, у вас давно не выводили в эфир? Нет, я не про себя. Ну, вот про какого-то, вот, не знаю, который, вообще, которому принадлежит. Так вот, значит, что с этим империализмом? И что с этими... Да, вообще, оказалось, что мы не готовы к такого рода претензиям. То есть, нам казалось, что вот мы приехали работать, никому не мешает. Стараемся делать все, что делаем максимально профессионально, задействовать всевозможные презентативные. Потом приходят и говорят, как вы же имперцы? И мы тут пасуем, потому что, естественно, вот к этому дискуссию мы вообще оказались не готовы. Мы пытаемся как-то максимально от него отдалиться, потому что мы себя так не ощущаем абсолютно. Да, пастухов много, это я принимаю. Мовчан только, когда он хочет сам. Я так случайно сказал, что вы его показываете. Сложно, ну, в общем, короче говоря, на самом деле, головы, которые ходят из одного эфира в другой, востребованные эксперты, это огромная проблема всех медиа. Согласится, он у нас тоже очень часто бывает. Это то, с чего я начала. Нам очень трудно расширить круг людей, потому что для многих, во-первых, дождь стигматизирована в России. Мы почти перестали показывать другую точку зрения, то, что называется действительно имперскую, провластную, что необходимо на самом деле нормальному информационному медиа. И не потому, что мы этого не хотим. И не потому, что нам бесконечно потом пишут претензии, ах, опять Маша Захарова, она же такая дрянь. Или что это такой непрукопожатный человек. И просто они перестали совсем с нами общаться. Если раньше, как иноагенты, мы еще были для них приемлемы, было несколько политиков, провластных, представителей каких-то провластных департаментов, которым разрешили договаривать с дождем, сейчас их людей почти нет, и мы очень чувствуем их нехватку. Потому что, конечно, как только мы перестаем давать им слово и понимать, чего у них в голове, хоть как-то они это вербализуют в нашем эфире, они перестали неудобные вопросы вообще. И это скорее для нас проблема. То есть найти депутата, который согласится к нам выйти после голосования по мобилизации, нам вообще не удалось. Раньше всегда было пару человек, которые могли это сделать. И в этом главная сложность. Мы замыкаемся в своей точке зрения. И не знаю, как решают этот вопрос коллеги, и чувствуют ли они вот эту вот... Изначально у нас была концепция, когда мы перезапускались, придуманная Наташей Сендеевой, что вот чем будет отличаться новый дождь от старого дождя, в том, что это будет как бы... Как когда-то говорил Володя Калюк в Глобу... Так вот мы будем такие гуляши на самовидении всех... И будем интересоваться сложными проблемами каждого региона, в котором большая диаспора. И там будут офисы, там будет бюро, и они будут рассказывать об этом внутреннем мире. Так вот, обнаружилось, что русскоязычной аудитории вообще неинтересно, чем живут другие русскоязычные. Людям, живущим в Германии, неинтересно происходящее. В Израиле латвийским русскоязычным вообще неинтересно, что происходит у их бывших земляков или таких же русскоязычных в Эстонии. То есть их интересует реально только Россия и только Украина. Вот на этом они сходятся. Никаким образом таким рассеять, расширить эту площадку, собрать какое-то, пересобрать это русскоязычное пространство не удается. Оно все равно замкнуто на своей бывшей родине. И как вот было, не знаю, пять лет назад, когда в заголовке на выкладке в интернет... Путин, это как эрекция сразу. Все, в моменте росло, в авторе мы столкнулись. Борис Банчевский, он в более сильном положении находится, поскольку то медиа, к которому мы имеем отношение, оно работает как немецкий хозяйственный комбайн многих десятилетий. Шестидесяти лет. Шестидесяти лет, да. Передаю ему слово. Спасибо. Отвечая на вопрос, который Александр в самом начале задал нам троим, и я должен сказать, что 20 лет тому назад, когда я уезжал в Германию, у русскоязычных СМИ за рубежом было значительно меньше перспектив, чем сейчас. Спасибо, так сказать, российским властям и, конечно, Владимиру Владимировичу Путину за это. Другое дело, что... Та масса людей, которые приехали за последние месяцы и годы и в Германию, они, строго говоря, в большом... в основной своей массе, они не эквивалентны, они по своим интересам, по своим привычкам и вообще по медийному потреблению тем русским, которые живут уже очень давно за границей. Ну, собственно говоря, фактор как бы стажа жизни за рубежом, он важный, но он не определяющий, конечно. Определяющий это... Это, мне кажется, ответ на вопрос, который человек дает сам себе, необязательно вербально. Я уехал или я не уехал? То есть люди, которые понимают и честно говоря, что да, я уехал, я теперь не... Я теперь как бы там немец, француз, поляк с русскими корнями или я... Нет, я тут, наверное, все-таки временно, какое-то время перекантуюсь, потом, может быть, вернусь. В любом случае, я русский, дети мои русские, они должны учить язык, и все мы читаем Пушкина и Достоевского. И это простое разделение на самом деле определяет в значительной степени медийное положение и ожидания русских СМИ, которые эти два основных сегмента с точки зрения нет. И действительно, вот дочери на русском языке уже 60 лет, были разные периоды, глушения и прочее. Сегодня это в основном интернет и тоже глушение, но уже, так сказать, в другой среде. И производство видео. У нас нет своего русского личного канала, но мы сотрудничаем с коллегами, сейчас остальное сотрудничаем с телеканалом Дождь, и это сотрудничество собираемся расширять. Я буду очень рад, если найдем какие-то общие точки соприкосновения с новой газетой, потому что, в принципе, то, что мы фактически все же работаем чуть на разные сегменты аудитории, у нас есть очень много общего, очень много общих точек пересечения. И вот тут звучали имена там вот, они, что называется, приходят и уходят. Очень часто это вещи конкретного момента случайных обстоятельств. А вот там дождь, новая газета и дождь в реле, они, так сказать, остаются. Все представлены в целом фундаментально одинаковые традиции привычных, профессиональных СМИ, потребность которых и есть всегда. И у русскоязычных за границей, мне кажется, сегодня в особенности. Что касается вот вопроса Александра о некой монолитности, являемся, так сказать, неким таким едином процессом, я думаю, что если и да, в части потребления, потому что у нас совершенно разные бизнес-модели, мы являемся общественно-правовой компанией «Дождь» и «Новая газета», как я понимаю, это частные предприятия. У нас разные возможности, мы все-таки являемся немецким СМИ, который вещает на русском языке, а «Дождь» является, наверное, формально латвийским СМИ сегодня. Яридически, да. Но фактически это по-прежнему российский телеканал, московский телеканал, пока не поднимается своё, так сказать, у нас сейчас очень не заменилось вообще вот это определение, что такое российский, где российский, и поэтому... Вы поняли эту шапочку у нас страны найдёшь? Конечно. А, тогда вы уже, можно сказать, не российский. Нет, мы официально не российский, у нас латвийское юридическое лицо. У нас у всех, наверное, уже теперь не российский юридический лицо. У нас это было изначально, у коллег это... для коллег это новая ситуация. Но вот привыкнуть к тому, что мы теперь немецкие, латвийские, литовские, американские, израильские, СМИ, которые работают на русском языке, это, видимо, неизбежная вещь. Так или иначе. Всё это очень сложные, интересные процессы, которые ждут своего исследования. Мы находимся просто в их центре и, можно сказать, в кипятке, в этом бульоне. Единственное, что я хочу воспользоваться случаем, я вижу здесь представителей тех СМИ, с которыми мы ещё не сотрудничаем. Я считаю, что это надо исправлять. И мы очень рады сотрудничеству со всеми, в том числе и с отдельно стоящими инфлюенсерами. Пожалуйста, приходите к нам. Мы вам рады, мы поможем, чем можем. И у нас есть такие возможности. И, собственно говоря, в этом состоит наша задача. Транслировать независимую точку зрения на то, что происходит в России, вокруг России. И то, как это выглядит глазами немцев немецкой политики, европейской политики. Это тоже такой аспект, где есть наша некая сильная сторона. Потому что мы как бы ближе к этому источнику. информационному. Спасибо. Боря, значит, мы поняли, что через тебя мы можем передать наш крик о помощи каким-нибудь влиятельным немецким и даже, может быть, европейским в целом каким-то структурам. Это очень хорошо. Прежде чем передать слово Марату Герману, я хочу обратить ваше внимание, что вот те открытки, которые здесь продаются, все средства от их продажи, они пойдут в помощь Украине. Это понятно, что все проекты Марата Гельмана, которые здесь, они всегда имели определенный аспект, связанный с Украиной. Это поддержка украинских художников и контакты с украинскими литераторами. И я хочу здесь напомнить, что сейчас, среди прочего, Марат является одним из тех людей, кто делает вместе с коллегами в Киеве новый проект, медиапроект под названием «Утро февраля». И, собственно говоря, даже там я сам в разделе блоги тоже присутствую уже, хотя ничего для этого не сделал, но, тем не менее, там это все присутствует. Для нас это очень важно. Почему? Потому что «Утро февраля» оно публикует, находясь в Киеве, тем не менее, оно является формой диалога, публикует российских экспертов на своих страницах. Я видел там не только «пастухова» и «мовчина», в кавычках, но даже Мишу Комина, его блог, а это совсем молодой политолог, теперь работающий в Вене, да, и так далее. Марат, передаю тебе слово. Работает, да? Добрый день. Ну да, действительно, «Утро февраля» это как раз такой пропагандистский информационный, как «Банти-Первый канал» российский. Изначально мы не делали вид, что мы объективное средство массовой информации, а мы как бы такое оружие в этой информационной войне, и наша задача – это донести правду, киевскую, украинскую правду до как бы публики в России. То есть, это, конечно же, ну, то есть, проект родился из дискуссии о том, а что мы можем сделать, как мы можем участвовать в этой войне на стороне Украины. То есть, делают его люди, которые считают, что поражение российской армии – это необходимое условие для того, чтобы в России было, произошло что-то хорошее. Вот. У нас есть, конечно, наши сложности другого плана, потому что мы находимся в Киеве. Значит, соответственно, мы больше всех, наверное, соприкасаемся вот с этой, ну, с новым нарративом. Не бывает хороших русских. То есть, в принципе, при том, что мы, очевидно, находимся на стороне Украины, мы не можем сказать, что мы полностью поддерживаемся украинским обществом. Вот. И даже, ну, Илья Пономарев, который, на деньги которого это делается, который, все известно, он единственный депутат, который голосовал против аннексии Крыма, все равно, вот это, как бы, сложно съесть. Значит, ну, мы при этом работаем. И, наверное, наша специфика и то, что мы можем дать другим русскоязычным СМИ, что у нас есть возможность работать в Киеве, работать в Украине. У нас есть и корреспонденты, и эксперты из Украины. Мы сотрудничаем, кстати, и стали одними из инициаторов канала Freedom. это русскоязычный канал официальный украинский, выходящий из Киеве. И, значит, я, как бы, формулирую это так, что мы будем счастливы, когда наш канал закроется, он закроется тогда, когда Украина победит. То есть, это, как бы, медиа. Вот хотел сказать, вот, прокомментировать, значит, вот, Анину боль по поводу региональных. И потому, что мы с этим, ну, слово ново с этим столкнулось. Мы начали работать с первоначального, там, русская Прага, русский Берлин, русский Лондон, русская Венеция. Вот, по-моему, выход есть, то есть, иметь полчаса какой-то региональный, но при этом в каждом из этих регионов иметь свой продакшн, свои полчаса. Вот, и тогда это будет, это и подымет аудиторию общую дождя и станет интересно вот этим региональным диаспорам. Дело в том, что я рассказываю скорее о том, что региональным всем интересно только Россия. Путин, это, извините, то, что объединяет всех этих людей. Им не интересно просто, им просто принципиально не интересно то, что происходит в других регионах. Это особенность российской аудитории была, кстати, еще когда мы никуда не уехали. Рейтинги того, что связано с внутренними новостями и того, что связано с миром, разнились тоже раза в два минимума. Хотела, кстати, рассказать про наши цифры. я бы, тише скинул. За август, когда еще не было мобилизации, у нас 13 миллионов уников. Это очень важно. Ну вот, я знаю, например, что русскоязычное население так называемых постсоветских стран, там, Казахстан, Молдова, то есть, они бы, уверен, с удовольствием, просто из-за дефицита, не потому, что там есть какая-то, там, то есть, их интересует их жизнь, да, может быть, их не интересует жизнь друг друга, да, но если в каждом из них сделать, там, в Алма-Ате сделать про про Казахстан, да, а в Кишиневе про Молдову, а в Киеве про Украину, может быть, это было бы интересно. Спасибо. В Киеве, здесь вздрогнули, если бы мы начали делать сейчас про Украину для киевлян. Ну, понятная полемика, хотя, конечно, я совершенно ясно понимаю, что то, как Марат формулирует задачу, она, как бы, ведь ставится здесь тоже в таком пропагандистском плане, то есть, как концепция работы с российскими носителями языка в разных странах, это, он не призывает дождь следовать этой концепции, он говорит о том, что с этим надо работать, да. И все же я хочу спросить, прежде чем я обращусь к залу тоже, я хочу дать вам возможность каждому все-таки с такой определенностью ответить на вопрос. Если бы внезапно высадились инопланетяне на большой космической тарелке и сказали бы, ну вот, что вам надо в вашем положении, вы что хотите, вы хотите финансовой поддержки, чтобы открылись какие-то бездонные немецкие фонды, которые бы финансировали ваши медиа, или вам нужна какая-то политическая поддержка по части там релокации журналистов, чтобы вот по каким-то неизвестным причинам именно нас, российских журналистов, вносили на руках прямо сразу, как бы, в МИДы разных стран, прямо с черного хода, как бы, так, чтобы раз, сразу вошел, шлеп, штамп, и все, дальше работаешь. Или, может быть, вам не хватает, значит, какого-то, не знаю, доступа к аудитории, который можно за счет чего-то расширить. Вот мой вопрос, как бы, значит, я предлагаю какое-то социальное воображаемое включить вот в этом смысле слова. Ну, Александр, очевидно, что если бы высадились инопланетяне хорошо подготовленные и обладающие достаточным, как бы, потенциалом, да, то, мне кажется, наша коллективная просьба была бы примерно общей, там, довольно короткий список предложений. В целом, понимаете, на самом деле, на самом деле проблем очень много, мне не очень хочется про них рассказывать, потому что, мне кажется, что в целом как раз для медиа все идет более-менее неплохо, потому что мы уехали, большую часть наших коллег находится в безопасности, некоторые по разным причинам остались в России и похвастаться этим не могут, но если они захотят уехать, мы им поможем. Очень большая дискуссия про иммиграцию, я вообще ничего про иммиграцию не понял, и не только потому, что в Риге такая довольно сложная культурная ситуация, такой фронтир, очень остро чувствующийся между двумя мирами, но и потому, что я как сидел в феврале в Москве с ноутбуком, так и продолжаю сидеть в разных городах с этим же ноутбуком и заниматься тем же самым. Если бы я потерял бы работу, как меня уволили из университетов, например, в Москве, вот это было бы очень обидно, это бы действительно была бы такая тяжелая, плохая иммиграция. У меня такой, такого в этом смысле слова опыта нету, мы сами себе работу нашли, ну и слава Богу. Вот основное, мне кажется, если нам что-то говорить, и что в чем, может быть, с профессиональной точки зрения нам европейцы могли бы что-то посоветовать в частности, да, то, наверное, это все-таки вопрос о том, что делать с людьми, которые репортят из России, об этом Анна уже говорила, это очень тяжелая проблема, нам нужны профессиональные журналисты, работающие в России, мы не можем никого туда отправлять, да, не можем никому давать командировку в Россию, как в Северную Корею, никто не в безопасности, но есть, ну, волонтеры, грубо говоря. эти волонтеры, мало того, что они юридически никак не защищены, причем не только от там физического насилия или от тюремных сроков, у них нету никакого статуса, у них нету аккредитации, они не могут писать эти запросы бессмысленные, которыми мы раньше так любили показывать, как раз, чем мы отличаемся от блогеров, собственно говоря, да, вот мнение упырей, полученное через запрос, или неполученное, но мы его отправили, но мы сталкиваемся с вот с какой вещью, мы сталкиваемся с проблемой того, что мы этим людям не можем нормально платить, потому что, как бы, санкции против России, это, среди прочего, прекращение всех легальных финансовых контактов с Российской Федерацией. Я понимаю, что ради нескольких сотен журналистов, да, наверное, ну, можно как-то вот сказать, что это такая менее важная проблема, но в профессиональном смысле слова невозможность посылать деньги в Россию каким-то нормальным легальным путем, это огромная беда, которая работать очень сильно мешает. Мы даже деньгами часто не можем компенсировать людям их риски, даже если хотим. Вот в эту сторону я бы подумал, здесь, ну, тут есть какие-то решения, там, мы пытаемся стать такими криптовалютными баронами, как бы, да. Даю слово сначала, тогда Борис Банчевский хочет что-то сказать сразу. Нет, я просто для нас тоже проблема, и мы можно сказать, нашли способы решения, но есть, о чем мы можем поговорить потом. главный может быть результат нашей поездки. Видите, а вы зачем ездили, но... Вот, но это, конечно, не... Постой, постой, микрофон у меня в кулаке, я просто такого не отдам, я уже отвечу заодно на вопрос о выставке инопланетян, который, вопрос меня, как представителя германской общественно-правовой компании ставит в тупик. Мы не ожидаем выставки инопланетян, рассчитываем только на себя, но если вдруг такое чудо бы случилось, то я бы спросил у этих потрясающих существ, как нам преодолеть ярлыки, которые висят на некоторых СМИ, например, на нашем. Мы по-прежнему вражий голос, и сам факт обещаемость Германии уже, так сказать, затыкает уши, закрывая глаза и атрофирует все остальные органы чувств по отношению к нам. И вот как преодолеть барьеры? Вот это главный вопрос, который меня занимает последнее время очень сильно. Не все знают здесь, может быть, а может быть, многие знают, что среди прочего Борис Банчевский вместе с коллегами на Deutsche Welle инициировал довольно неожиданный проект, заповедник, анимационную сатирическую программу. И эта программа, ведь не только выходит на Deutsche Welle, она стала самостоятельным явлением в Ютьюбе с миллионами просмотров. Если ее посмотреть, она площадная, довольно в каких-то моментах грубая, но она сильно расширяет аудиторию медиа. И я сейчас вспомнил об этом, потому что ведь вот какая интересная история. Deutsche Welle на наших глазах, она гораздо раньше российских медиа попала под те санкции и под те ограничения продвижения своего контента, чем под эти ограничения попало Эхо Москвы или Дождь или Медуза. То есть когда эти издания еще работали на полном ходу, Deutsche Welle было уже от него отказывались в российских регионах от его продукции, разрывали контракты. И тем самым перед руководством Deutsche Welle стояла проблема, а как продвигать контент. И вот в этом смысле слова у них есть какой-то важный опыт, как я думаю для нас самих в дальнейшем. Но я так сказать здесь не обобщаю пока ничего. Значит про инопланетян можно я отвечу? Да, давай, пожалуйста, про инопланетян. Я хочу сказать, что есть одна проблема, она была и до, и сейчас, и она существует всегда, мне кажется, но которая очень важна, и, наверное, как раз тот адресат, который, может быть, ее решит, это, конечно, культурное издание. Культурное, желательно бумажное, потому что это касается изобразительного искусства часто, то есть, должна быть какая-то картинка. вот, и если раньше я думал об этом как о некой такой вот действительно для инопланетян идее, то сейчас, когда за пределами России огромное количество людей искусства, и когда мы все понимаем, что нам нужен такой какой-то объединяющий в культурном смысле объединяющий нарратив, то, может быть, пришло время для создания большого русскоязычного культурного издания, в котором мы могли бы друг о друге узнавать, в котором мы могли бы публиковать, в котором вот те, кто русские, а кто уже и не русские, а просто русскоязычные, потому что Кабанов украинский писатель, пишущий на русском, там есть израильские, пишущие на русском, вот, то есть вот такой журнал, мне кажется, сейчас, вот, может быть, не прямо вот сейчас, потому что, конечно, идет война, но в целом вот в ближайшее время будет востребовано, и это будет тот в котором хотели бы принять участие. Я хочу подхватить этот дискусс про инопланетян, я бы очень хотела, чтобы они не пролетали, нам только инопланетян сейчас, конечно, не хватает. У меня другая еще проблема, не знаю, к кому с ней обратиться, и это, мне кажется, что передайте, конечно, но я не знаю, кому все равно. Вот, я продолжаю накидывать цифры просмотров, значит, у нас за последнюю неделю, 20, без сегодняшнего дня, 28 миллионов просмотров. Это говорит о том, что во время мобилизации людям страшно, страшно, нужна хоть какая-то опора, информация, и главная наша боль, что рассказывая о том, что происходит, и трубя во все колокола, мы можем обращаться только к инопланетянам. Огромная сложность ситуации в том, что мы никому физически и реально не можем помочь, и тут, конечно, я восхищаюсь красильщиком, который придумал наконец-то медиа, в котором есть какая-то утилитарная цель помощи, и у них вот просто обрушение цифр, потому что люди обращаются туда не только за конкретными инструкциями, что делать, они обращаются туда за каким-то сервисной помощью, и сейчас стало понятно, что, как правильно сказал Кирилл, у нас очень большая психотерапевтическая задача и просто утилитарная задача помощи, то есть мы можем не только рассказать, куда уехать, как уехать, помочь как-то юридической информации, вообще помочь информационно, дать людям опору, по цифрам можно судить, насколько эта опора нужна, и какому количеству людей, нам страшно не хватает какого-то ресурса, какого-то ключа, дальше сможет людям протягивать эту руку, то есть ясно, что за последнее время, за последние полгода медиа страшно выросли и в своей транспарентности, и в многофункциональности, и стало понятно, что маленькие медиа частных людей могут работать равноправно с большими профессиональными медиа, мы попробовали работать такими медиа три месяца, и мы тоже считаем, что это было полезно, и нет уже вот этой жесткой конкуренции, как в федеральном эфире было, например, есть несколько больших каналов, они меряются цифрами, вот сейчас этого всего нету, и нет необходимости демонстрировать другую мышцы конкурентам и переигрывать друг друга, и так далее, наоборот, все стали очень женикать друг в другу, чтобы обмениваться информацией, чтобы делать совместные проекты, очень много появилось коллабораций, и мне кажется, что вот наш следующий ход какой-то, хотя я не вижу совершенно, как это сделать, но вот у красильщика же получилось, сделать что-то, что даст возможность людям не только быть информированными, но и дальше каким-то образом помочь выживать в этой просто непредставимой жуткой ситуации, которую мы наблюдаем прямо в эту минуту. Спасибо, это хороший, замечательный, правильный такой акцент. Значит, я продолжаю, у нас есть еще примерно 20 минут времени, и я как раз хочу дать слово нескольким людям в зале, я знаю точно кому, но может быть, кто-то проявит потом тоже желание что-то сказать. Во-первых, я хочу попросить, так сказать, сформулировать свой виш-лист в новой ситуации, как я это называю, Олю Бучкову, значит, поскольку ее коллеги, ее бывшие коллеги, сюда надо подвинуть, сюда прийти, бывшие ее коллеги, с одной стороны, уютно расположились на Deutsche Welle в качестве ведущих программы, а другие коллеги, значит, непонятно, как разместились в Ютьюбе, а третьи вообще пропали, да, и в этом смысле слова, конечно, нам очень интересно. Что? Эхо не пропало, эхо как раз непонятно, как разместилось в Ютьюбе в качестве канала «Живой гость», может быть, кто-то из вас об этом знает, и это как раз иллюстрация тому, что не как это сделали наши коллеги, я, кстати говоря, даже профессионально с огромным уважением отношусь к их именно профессиональной смелости, потому что вот эта вот задача, о которой говорили и Кирилл, и Аня, как сохранить информационную связь с Россией, которую от нас ждут наши слушатели, наша аудитория, как находить информацию, находить журналистов, находить источники, не подвергая их при этом смертельной опасности, как это сделать практически и концептуально, профессионально, я тоже этого совершенно не понимаю, если бы я, например, работала в таком здании, как «Дождь» или «Новая газета», я не знаю, как бы я это делала, я не знаю, но эхо пошло по другому пути, эхо решило в качестве отдельного СМИ не возобновляться, а мы просто делаем YouTube-канал, это в каком-то смысле проще, в каком-то смысле сложнее, но речь сейчас совершенно не об этом. Я вот на что. Дело в том, что российские вот такие вот уехавшие, релацировавшиеся СМИ, они, конечно, полностью идут за своей аудиторией. аудитория, как это произошло, с эхом, которое не осталось эхом, но продолжает вещать в YouTube, потому что аудитория хочет разговоров, она хочет действительно этой психотерапии, она хочет осмыслять и переживать и обсуждать вместе то, что происходит. И мы не можем, конечно, не игнорировать это пожелание, которые были с нами десятилетия. Конечно, это так. У эхо, в общем, без каких-то специальных усилий, без создания СМИ, делания чего-то дополнительного, сразу появилось несколько сотен тысяч подписчиков на этом YouTube-канале, что, конечно, не миллионы дождя, но тоже, на самом деле, совсем не мало. И поэтому, я думаю, что судьба российских СМИ за рубежом полностью зависит от того, что будет происходить дальше с их аудиторией, и вообще с Россией, и с тем, что сейчас происходит. Если вся эта наша эмиграция, скажем, очень грубо и примитивно затянется на долгие годы, допустим, то СМИ будут находиться в том, в котором они находятся сейчас, развиваясь, может быть, как-то шире вглубь. Если что-то произойдет, например, с театрами ситуация разъединится завтра или послезавтра, то и СМИ тоже, наверное, вернутся туда, где они были, неважно, в каком новом качестве, но тем не менее, они пойдут туда, куда пойдут их слушатели и зрители. Но что касается слушателей и зрителей, и, соответственно, СМИ, которые идут за ними, то, мне кажется, здесь мы наблюдаем удивительную, уникальную ситуацию, которой не было в предыдущих исходах и в предыдущих эмиграциях в 20 веке. Потому что сразу одновременно огромное количество людей, многие тысячи оказались за пределами России, и это люди, которые имеют не только образовательный, человеческий и так далее потенциал и капитал, которые они везут с собой в своих чемоданах за границу, но это люди, которые, например, за предыдущие пару десятилетий очень отработали привычку коммуницировать. Они научились общаться между собой, создавать организм, помощь и все, что угодно во время всего, что мы наблюдали там, когда были благотворительные акции, когда были политические протесты, когда была защита политзаключенных и так далее, и так далее. опыт, которого никогда не было раньше у русской эмиграции. Ну, у русской, российской, скажем так, обобщенно. И это опыт, который люди везут с собой. И мне кажется, что здесь, сейчас очень важно, что все это может дать какое-то совершенно новое качество взаимоотношений внутри эмиграции. Надо сказать, что моя надежда на то, что эта эмиграция может создать какое-то совершенно новое качество социальных отношений, при этом форме культурных явлений, чего-то такого, чего-нибудь и надо сказать, что этот тренд, да, сейчас я закончу, одну секунду, sorry, этот тренд первым, конечно, уловил Марат, который делает это еще до того, как это стало модным сейчас. И поэтому я думаю, что количество проектов, количество СМИ и всего того, что где уехавшие российские люди могли бы выразить себя и навести какие-то между собой мосты, на самом деле оно, если эта ситуация продолжается, будет только увеличиваться. И здесь я бы, может быть, как раз поспорила с Маратом, потому что важно не то, чтобы создалось какое-то одно общее СМИ для русских или культурное пространство или место для русских, а важно, наоборот, чтобы их было много, чтобы они появлялись в разных местах, на разные темы и по разным поводам, и тогда это будет говорить о том, что мы здесь создаем культурную, общественную и политическую ситуацию, которая будет востребована в будущем. Спасибо, Валя, замечательно. Спасибо огромное. Это хорошая контрибуция в нашу идущую беседу. Но у нас есть здесь в зале, как бы, я хочу дать это слово, потому что это довольно другая сторона. Потому что я сам, как бы, автор политических медиа, наши медиа, связанные с политикой, но Армен, который делает ютуб-канал литературоведческий, ютуб-канал, имеющий большую аудиторию, то есть он говорит со своей подробностью, которые нас волнуют, хотим, чтобы наша аудитория как-то куда-то продвинулась в культурном и моральном и каком-то экзистенциальном осмыслении положения, так вот он говорит литературу и у него есть какой-то он сказал несколько каким образом литературоведческий, образовательный ютуб-канал в состоянии выполнять какую-то миссию теперь уже в эмиграции вне России. Здравствуйте, спасибо. Отличный вопрос, я не знаю, я не был готов к нему. Мне представляется, что вот то, что говорили коллеги, не коллеги, наверное, все-таки скорее не. Сегодня это, конечно, очень актуально, но мне кажется, что да, литература способна наводить мосты. Еще до, так как статистика ютуба знает все, мне известно, что еще до начала полномасштабы реально находящимся в Украине и огромное количество комментариев всегда мы получали с названиями украинских городов, людьми, которые оттуда смотрели наш канал и связь отчасти прервалась, но какие-то люди остались и они по-прежнему смотрят, они по-прежнему на связи. Но то, что, и я буду говорить об этом, преимущественно об этом я и буду говорить о своем опыте общения со зрителями из Украины, которых осталось очень много, это тысячи людей в Украине, которые продолжают нас смотреть. Некоторые из них, например, люди, которых я просто встречаю где-то на улице в Варшаве, которые говорят, мы перестали смотреть весь русскоязычный контент, но смотрим вас, и я думаю, что у всех украинцев есть какие-то русскоязычные каналы, даже у тех, кто отказывается, которые они продолжают смотреть. У кого-то, может быть, это Шульман Екатерина Михайловна, у кого-то это наш. И я понимаю, что для них, и я буду говорить об этом 27 числа на своем выступлении, потому что построено на опыте моего общения с украинцами после начала войны с людьми, которые писали мне письма из Харькова, из Киева, из Бахмута, из других городов. И для них очень важно, чтобы их голос был услышан, и чтобы была услышана их боль, их позиция. И мне представляется, что для них сейчас, я могу говорить не то, что касается СМИ, то, что касается искусства, очень важно, чтобы художник любой занимал позицию. Вот то, что я слышал практически от всех наших зрителей из Украины, они не хотят, чтобы все искусство, также, наверное, и все СМИ переходили на агитационные рельсы и занимались пропагандой и агитацией. У них совершенно нет этого запроса, но они очень четко начали отделять искусство от художника. И если искусство с их точки зрения, и я сейчас эту точку зрения абсолютно разделяю, искусство может пытаться оставаться не политическим, так или иначе, возможно, затрагивая какие-то актуальные вопросы, но не будучи таким элементом какой-то пропаганды или агитации, то люди, которые это искусство создают, для них очень важно, чтобы они заявляли свою позицию, чтобы они каким-то образом солидаризировались с трагедией, которую переживает сегодня весь мир, которую прежде всего переживает сегодня Украина. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но вот это то, что мне показалось важным сказать. Поскольку будет действительно у вас своя панель. Сейчас, секундочку, я еще, у меня есть еще одно так сказать предложение и потом я уже буду спрашивать. Что, что? Все нормально? Я хочу, хотя Юармен будет выступать еще на одной из панелей через день и Ксения Лученко тоже будет выступать на панели по образованию, но тем не менее, поскольку она как бы медиа, то я хотел и читая ее в фейсбук, я вижу, что она как раз решает для себя вопрос, о котором Банчевский здесь сказал, уехать, уехал или не уехал, она решает в пользу бесконечной такой тоски по Москве. и постоянно пересаживается на пересадках на какой-то воображаемый трамвай, идущий в направлении дома, а тем не менее, в ближайшие 15 лет ей придется работать здесь, с нами, и в Россию попасть она не сможет. Я хочу ее спросить, как она себе мыслит, вот этот все-таки наш журналистский виш-лист, что нам надо? Добрый день, кратко, хорошо, сейчас. Мне кажется, это уже третье такое обсуждение, как жить эмигрантским медиа, на которых я была за последние полгода, собственно, с тех пор, как уехала, и, собственно, последний из них был буквально на днях в Тбилиси, который, там была совершенно другая публика, в смысле наших русскоязычных медиа, там было очень много молодых, активных, собственно, которые на грани медиа-активизма проходят, и вот это появление, такой, как грибы выросли, эти смол медиа, которые сейчас, мне кажется, уже как-то немножко поджимают снизу всех этих гигантов, вроде «Новой газеты и дождя», или, может быть, как-то с ним взаимодействуют, потому что я уже даже перестала их различать, но понятно, что верстку и холод я еще как-то различаю, а дальше там идут черта медиа, после медиа. — Это же очень лестно для этих молодых медиа. — Да, но я к тому, что я, ну, да, это тот вопрос, который я им, не знаю, но при этом их очень много, они очень яркие, и мне кажется, вот если начинать виш-лист, то мне бы, вот честно говоря, очень хотелось, чтобы с одной стороны у них получилось наконец друг от друга отличиться и при этом как-то процвести, вот, с другой стороны, мне кажется, этот вопрос стоит новый, вот проблема того, чем медиа отличается с одной стороны от блогов, а с другой стороны от пропаганды, она теперь встала каким-то совершенно новым, так сказать, в новом виде, по-новому осветилась, потому что действительно очень легко и очень хочется всем стать активистами и смешивать вот эту медиа, журналистскую собственно работу и активизм, чему способствует, конечно, то, что отказывают комментировать то, о чем вы говорили, что невозможно дать точку зрения упырей, потому что, во-первых, упыри отказываются ее давать, а во-вторых, потому что это уже тоже несколько может, то есть ее трудно подать еще, учитывая контекст, мне кажется, то есть вот так вот просто две точки зрения, как мы раньше делали, но тоже выглядит с легким идиотизмом, конечно, поэтому это очень большой вопрос. Кроме того, я знаю, что есть у больших медиа тоже серьезные проблемы с подачей, ну, не то чтобы второй стороны, я даже не знаю, как это сейчас этично сформулировать, опять же, чтобы не быть неправильно понятой, но если совсем грубо, если совсем грубо сказать, то ни одного плохого слова про Украину или даже слова, которое может показаться кому-то критическим, не могут, невозможно пропустить, дождаться кому-то критическим, не могут, невозможно пропустить даже через редакторов очень профессиональных, очень крупных СМИ, совершенно это понятно, почему, но это тоже вопрос второй стороны, вот, и с этим тоже очень трудно что-то сделать, то есть мне кажется, вот этот вот вопрос того, как нам оставаться при этом журналистами все-таки и не занять одновременно циничную позицию над схваткой, то есть тут вот эти вот этические вопросы, мне кажется, вот если говорить об идеалистических вопросах, а не о деньгах, не о визах, то я бы вот у инопланетян попросила, чтобы они нам помогли вот эту нашу классическую журналистику, главные наши профессиональные стандарты, переосмыслить в этой новой ситуации. Это, кстати, ужасно важный вопрос, что делать со священием Украины и в этом ракурсе тоже, потому что ты не можешь усомниться в правильности и вообще всего, что происходит там, что бы там ни происходило, усомнившись в этом, ты, во-первых, как носитель русского языка и тут же превращаешься в, не знаю, в оккупанты, ну, в общем, тут же оказываешься в восприятии аудитории на той стороне, и это просто дикая, но та же самая проблема происходит с странами, которые нас приютили. не знаю, не знаю, как решает эту проблему новая газета, мы просто в тупике. Мы, с одной стороны, действительно, им очень благодарны за то, что они дали нам возможность работать, помогли с лицензией, действительно, это не образ, приютили, потому что мы там работаем большой командой. С другой стороны, что бы мы ни сказали, это воспринимается как грубость в доме, когда ты в гостях, и ты вдруг начинаешь критиковать хозяина. И тут действительно непонятно, как быть, и совсем про них не говорить, это тоже странно, они обижаются, вы же у нас живете, но вы совсем про нас не говорите, а когда ты начинаешь вдруг про них говорить, то появляется тень огромного херманиса, который нависает над всем, что мы делаем. И они же еще говорят, что вы ничего не понимаете. Ну, то есть, и с Украиной очень тяжело, и с Европой трудно. Да, я просто хотела одну реплику, что это вообще большой философский вопрос всего нашего теперь сообщества, и не знаю кого, что если мы кого-то любим или находимся на чьей-то стороне, он должен быть идеально белый. То есть ситуация, что сказать, ну, то есть... Легально мочить можно только российское государство. Да, ну вот да, то есть либо ты абсолютно хороший, либо ты абсолютно плохой, как бы тут вообще уже нет никаких полутонов. Ну, ладно, ладно. Да, 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 да. Значит, я, конечно, вам очень сочувствую, всем, всем, всем сердцам. А, Кирилл хочет тоже вставить реплику на эту тему. Я просто услышал знакомое слово, философский вопрос называется, вот, поэтому не мог к ней прореагировать. Проблема такая есть, она мне не кажется избыточно сложной, потому что, ну, есть как бы более серьезные проблемы. Да, и... Ну, и мы для себя ее так решаем. Значит, если у нас завтра появится информация о том, что правительство Латвии есть младенцев, мы ее опубликуем, вне зависимости от последствий. Если у нас будет информация о том, что ВСУ совершает военные преступления против пленных или гражданских, мы тоже ее опубликуем вне зависимости от того, что будут говорить про хороших русских и всех остальных тоже русских. Просто... просто вопрос... вопрос общественной ценности, да, как бы той информации, которую вы публикуете, он по-прежнему является ключевым в этой этической дискуссии. А вот, например, про драму с памятником освободителей в Латвии я очень плохо понимаю. В смысле, я не понимаю, почему за 30 лет люди не придумали для себя как бы какой-то другой идентичности, кроме, значит, памятника советской армии, которая одновременно по совместительству для остальных является символом оккупации. Мне кажется, можно было как-то постараться. Да, спасибо. Это интересный момент дискуссии возник благодаря выступлению Ксении Лученко. Хотя тема звучала, но она застрялась. Мне, конечно, легче. Я не руковожу СМИ и поэтому смотрю с другой стороны. Я смотрю на это все проще. Я просто жду, когда мы, русские, бросим тактический ядерный заряд и все проблемы снимутся сразу в отношении того, как нам писать про латвийские какие-то внутренние проблемы. И в ответ на, значит, постановку вопроса Ксении Лученко сам я отвечаю совершенно перпендикулярно на все это, поскольку, с моей точки зрения, ни «Дождь», ни, так сказать, «Новая газета», ни старые здесь находящиеся медиа еще не проделали, да и не могут проделать той работы по преодолению языка, который привел нас к войне. А до этого, конечно, они не могут ничего писать про правительство Чехии. Это очевидно. Или про чешское общество. Потому что мы сидим, как я считаю, просто двумя ногами в своем старом дискурсе в той или иной форме, считая себя в значительной степени имеющими право на суждение. А наше право на суждение сейчас под очень большим вопросом, как я считаю. Но мне проще. Будь я редактором, конечно, я бы сидел в другом положении. Итак, есть кто-нибудь, кто хотел бы, значит, поднимите, пожалуйста, руки. Так, раз, можно, конечно, два Дима Петрова. Сейчас, секундочку. Я хочу просто оценить ситуацию, чтобы вписаться в регламент. Андрей Мовчан. Так, это три. Но еще есть, еще вакансии есть, еще четвертые, можно сказать. На этом кончится уже наше время. Вопрос, пожалуйста. Вопрос, задайте вопрос прямо сходу. Мы сейчас их возьмем, отвечать не будем, а ответим распределить. У меня есть ответ. Ну, хорошо. Быстрый ответ на вопрос о проценте зрителей, аудитории в России, вне России. 56%. В России, да? 56% у дождя. Хорошо. Спасибо. Так, есть еще вопрос какой-то короткий у нас или нет? Нет? Тогда вам слово. Спасибо. Я простой зритель, но хочу процитировать Чернышевского из «Что делать?» Мало их, но ими расцветает жизнь всех. Без них она заглохла бы, прокисла бы. Мало их, но они дают всем людям дышать. Без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей. А таких людей мало, но они в ней букет в благородном вине. От них его силы и аромат. Это цвет лучших людей. Это двигатели двигателей. Это соль, соли земли. Я думаю о журналистах. Спасибо. Огромное спасибо. Это воодушевляющая цитата. Может быть мы не чувствуем себя конечно в полном смысле слова, но как-то соответствующими. Спасибо. Спасибо огромное. Дмитрий Петров, пожалуйста. Ваша реплика. Спасибо. Саш. Я, простите, буду посматривать сюда после ковида. Я иногда не очень хорошо помню повестку. Извините. Извина имена по возможности. Что первое я хотел сказать? Я хотел бы ответить вообще-то всем из панелистов. Очень коротко. Что касается той ситуации, в которую попали сейчас русскоязычные СМИ за рубежом, в ней на самом-то деле ничего нового нет. В подобную точную ситуацию попали русскоязычные СМИ за рубежом в 20-е годы, когда они там создавались. Это раз. Это было все то же самое. Это нехватка денег, нехватка поддержки, другой язык. Единственное, чего хватало, это авторов. Но проблема с авторами была в том, что они не хотели работать бесплатно. Я их очень хорошо понимаю. Все мы помним прекрасно, как жили эти люди тогда. Это очень похоже на то, как многие из нас живут сейчас. Это раз. Вторая вещь – это претензия к аудиториям, для которых Путин в центре внимания. Где бы они ни располагались и что бы они ни слушали, ни читали. Но здесь ведь тоже ничего особенного нет. У Ройтерс та же самая история. И у NBC та же самая история. И у The Times тоже самая история. Больше скажу, и у New York Times тоже. Путин определяет внимание аудитории американских, британских, германских международных. Увы. Но это не значит, что нет возможности говорить о другом. Больше того, говорить о другом обязательно необходимо. И тут я хочу отнестись к тому, что сказал Господин Мартынов. Сказал, да, мы работали очень долго, между прочим, вместе. Массу всего я опубликовал в свое время в новой газете, в той новой газете, в российской. И вот сейчас я слышу, совершенно справедливо, о том, что СМИ вообще-то не рассказывают никому, кто молодец, а они рассказывают, как мир устроен. И тут я хочу просто добавить Кирилла. Кирилл, мир устроен так, как вы об этом расскажете. И это не пропаганда. СМИ формируют мнения и представления человечества о мире, в том числе и русскоязычных аудиторий, где бы они ни находились. И в этом смысле здесь, конечно, вот то, о чем говорит Саша, и то, о чем говорил, как мне представляется Марат, а именно поиск того языка, на котором это можно будет адекватно и внятно рассказать этим аудиториям, вот это одна из очень важных задач. Она, может быть, отчасти и философская, но вообще-то она предельно практическая. Это ежедневная наша задача. И как человек, который пишет каждый день в самые разные издания русскоязычные, и не только русскоязычные, я стараюсь ее для себя решать. И мне кажется, у меня получается. Спасибо. Спасибо, дорогой. Александр, можно я предпринимать? Да, конечно, пожалуйста. Мне кажется, только сравнение с 20-ми годами, столетней давности, очень спорное. Потому что вот у людей 28 миллионов просмотров, половина из которых в России, ну на ютубе, за эти дни, за 7 дней с начала мобилизации или за эту неделю. И вы можете это себе представить, чтобы что-то подобное было с эмигрантской прессой. 100 лет, это, конечно, большой срок. Но я могу вспомнить прекрасно 1974 год, когда господин Максимов рассказал господину Шпрингеру о том, что он будет делать журналом «Континент». И господин Шпрингер сделал так, что потом журнал «Континент» выходил 20 лет и платил исправно своим авторам. А авторы были там блистательные. Спасибо. Не так все плохо у журналиста Дмитрия Смирнова, хотя он сказал, что у него ковид, и он ничего не помнит. Во-первых, он помнит, что нужны деньги, мне это нравится. И второй, он помнит многие исторические факты. Это не так плохо, Ира. Все у тебя хорошо. Это у него ковид, Саша. Петров, да? А я что сказал? Итак, слово Андрею Мовчану. И мы близимся к концу. Я буду очень быстрым. Спасибо. Я три коротких вещи. Во-первых, от имени Лондонграда всего хочу сказать огромное спасибо. И они, и Кириллу, и вообще всем, кто говорит сейчас, продолжает говорить по-русски. Мы вами очень сильно восхищаемся. Во-вторых, давайте все-таки консультироваться немножко по поводу тех же денег в Россию. Слушайте, методов тысяча. Но спросите меня, я расскажу. Все очень просто. Кирилл мне сказал, когда мы сели на стол, я приехал сюда для нетворкинга. Конечно. Прямо на глазах. И вообще, если вам надо что-то из нашей профессии, то спрашивайте, так же, как нам надо из вашей иногда. И что я на самом деле хочу сказать. Вы спрашивали, что можно, как можно больше помогать и делать. Мне кажется, можно быть платформами. Вот простой пример. Таких примеров тысяча. Вот девушка, которая занимается проектом вывоза студентов и ученых за границу. И ей нужны спонсоры, и ей нужны те, кто должен выезжать. И ей нужна инфраструктура и связь с университетами. И не через СМИ это сделать очень тяжело. И таких, я знаю таких проектов 100. И вы знаете 100 там. А спонсоры их не знают обычно. Те, которые дали бы деньги. И вы можете приводить. И вы можете публиковать. Вы можете рассказывать, писать. Вы можете создавать платформу, на которую будут приходить люди из России. В России тоже есть спонсоры. И так далее. Вот, мне кажется, такая идея может работать. Спасибо. Спасибо огромное. Мы как раз к панели по образованию, которая будет, вас обязательно привлечем. Потому что все эти программы интересуют, конечно, и Кирилла Мартынова, который занимается свободным университетом, как вы знаете. И я сам в Карловом университете в Праге. И поэтому у меня тоже вся эта программа Science and Risk. И то, что делают многие наши коллеги. Мы об этом будем говорить на этой панели. И очень хорошо, Андрей, что вы об этом сказали. И мы теперь знаем это. Я хочу вас всех очень поблагодарить за участие. Вас, мои дорогие, спасибо. Еще раз я хочу подчеркнуть, что мы находимся в начале нашего большого пути на этом форуме, очень интересного. Спасибо огромное Марату Гельману. Спасибо огромное всем тем ко-спонсорам и спонсорам этого форума. Надеюсь, что не иссякнет это. И даже если в дальнейшем форум релацируется, мы будем верными его, так сказать, участниками. И будем внимательно следить за этим. Я хочу подчеркнуть, что мы здесь, конечно, всем сердцем поддерживаем борьбу Украины. Это главный момент нашей, так сказать, внутренней повестки. Мы думаем о этом каждый день. И надо иметь в виду, что когда мы говорим о каких-то своих проблемах, проблемах эмиграции или проблемах русских журналистов или академических ученых, мы, конечно, хорошо понимаем, что наши проблемы минимальны по сравнению с тем, с чем сталкивается Украина и столкнется дальше на втором этапе этой войны, которую Путин объявил нам буквально, так сказать, за два дня до нашего форума. И мы все под впечатлением. Спасибо. Присоединяйтесь к следующим событиям форума. До встречи. Присоединяйтесь к следующим событиям форума.